Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Прости меня, ты хён». Всё, я вернулась, отгремели шумные дни рождения, принимаемся снова за работу. На очереди у нас глава 20-я. Напоминаю, что автор фанфика Риджи Фокс. Ссылка на фанфик будет в описании под видео. Как всегда, можете пройти и прочитать, чем же эта история закончится. А также, если вам нравится эта работа, обязательно поблагодарите автора непосредственно на фигбуке. Ну, а мы готовы двигаться дальше. Обо всём остальном мы поговорим в конце озвучки. Прямо сейчас глава 20-я. И поехали! Плана не было. Он ехал в дом отца, чтобы поговорить. Дорогу он прокручивал в мыслях разные сценарии, но ни один не внушал ему уверенности в благополучном исходе. Отец был непредсказуем и опасен. Мама права. Сейчас у него есть шанс, пока тот не трезв, пока расстроен и ещё не успел восстановить свою непрошибаемую холодность. Дом уже проснулся. Прислуга убиралась, стараясь передвигаться как можно тише. Со стороны кухни тянула аппетитными запахами, деликатно позвякивала посуда на тележке, которую горничная явно повезла в синюю столовую, накрывать завтрак. Вот только большую светлую гостиную на первом этаже все обходили стороной. Ченгук сомневался, что никто ночью не слышал ссоры хозяев. Поэтому такое поведение обитателей дома не казалось странным. Здесь всё знали о владельцах дома и наверняка сплетничали между собой. В холле было пусто, но в этот раз его встретил управляющий. Степенно кивнув и, поздоровавшись, уточнил, будет ли он завтракать, но Ченгук только отмахнулся. Он должен поговорить с отцом. Войдя в двустворчатые двери, он захлопнул и с негромким щелчком подошёл ближе. Отец сидел в кресле и, кажется, Ченгука даже не заметил. Почти пустой графин. Где коняка оставалась на самом донышке, стоял рядом на столике. Выдохнув, Ченгук подошёл ближе и встал в шаге перед отцом, сложив руки на груди. «Можешь радоваться», — сквозь зубы процедил он. «Тебе удалось повлиять на Тихёна, и он решил со мной расстаться». По лицу отца не скользнуло ни одной эмоции, но Гук не обманывался этому мнимому равнодушию. «Вот только знай, что я ни за что не брошу его». Тот вместо ответа приложился к бокалу и, сделав щедрый глоток, холодно взглянул ему в лицо. «Так и будешь молчать?» Ещё сильнее разозлился Ченгук на такую реакцию. Отец смотрел на него, как на неразумное дитя, которое лепечет какую-то чушь. «С мамой ты был более разговорчивым». Он уловил то мгновение, когда губы отца недовольно поджались, и тот зло, но как-то устало выплюнул. «Не дерзи мне, мальчишка. То, что ты услышал слова, не предназначенные для твоих ушей, не даёт тебе права разговаривать со мной в подобном тоне. Уже успел позабыть, что я могу не только лишить тебя денег, но и отправить работать на ферму?» Издевательски поинтересовался он. «Не забыл?» Его потряхивало от смеси злости и страха. Никогда в жизни он не позволял себе разговаривать с отцом таким тоном. «Но знаешь что? Мне плевать. Хочешь обратно карты?» Он излёг из внутреннего кармана пиджака кошелёк и, достав оттуда кредитки, швырнул их в сторону отца. «Забирай. Я прекрасно проживу и без твоих денег. А что касается поездки на ферму, не ты ли говорил, что тебе нужен наследник? Не ты ли собирался привлекать меня к работе в твоей ферме после окончания школы, чтобы я учился управлять?» По сощуренным глазам отца Чунгук понял, что попал в точку. «И что? Отправишь в глушь вместо университета, чтобы я точно забыл и то немногое, что знал?» Отец с каким-то новым, непонятным Чунгук выражением лица рассматривал его некоторое время, а затем, отставив бокал в сторону, выпрямился в кресле и произнёс. «Ну что ж, хотя бы зачатки расума в твоей голове появились. Это не может не радовать». Гук поджал губы от такого неприкрытого оскорбления, но вслух ничего не сказал. «Шо ж, ты прав. Сейчас отсылать тебя из Сеула было бы слишком недальновидно. Впереди университет и стажировка, а значит, ты нужен мне здесь. Только не стоит считать, что ферма и деньги – это всё, чем я могу тебе угрожать». Губ отца изогнулись в привычной змеиной усмешке, но Чунгук больше не боялся его. «Любишь своего Техёна, да? Так влюблён, что готов отказаться от всего?» «Он вроде бы тоже привязан к тебе». Отец словно рассуждал слух, но чудилась за этим спокойным тоном тонкая издёвка. Будто бы их чувство – полная беспросветная глупость. Чунгук стиснул крепче зубы. Нужно было дослушать и понять, что ещё за гадость приготовил ему родитель. И Таня заставила себя долго ждать. «Что ж, подумай, как долго проживут его чувства, когда я превращу его жизнь, а не твою, в ад. Он не сможет устроиться ни на одну нормальную работу, не поступит ни в один университет, и я обязательно проинформирую твоего Техёна, что это твоя заслуга». В груди Чунгука болезненно ёкнуло, и он расширившимися глазами смотрел на отца. «Нет, он знал, что тут та ещё сволочь, но чтобы настолько!» «Запомни одну простую истину, сын. Ты ещё не дорос до того, чтобы тягаться со мной!» Это его самоуверенность взбесила. Больше всего Чунгуку хотелось хорошенько врезать отцу, чтобы стереть его выражение самодовольного лица. Но нельзя не сейчас, ведь слишком многое стоит на кону. «Ты прав», — взяв себя в руки, легко согласился Чунгук. «Я по уши влюблён. И твоей власти хватит, чтобы испортить нам жизнь». Он видел, как родитель доволен ему словами, и это довольство только ещё больше раздражало. «Только ты кое-чего не учёл». И уже Чунгук издевательски улыбнулся в лицо отца, с удовлетворением наблюдая, как тот едва заметно напрягся. «Твоя власть распространяется исключительно на Корею». Отец прищурился и поджал губы, а затем и вовсе будто неосознанно потянулся за бокалом. «Во множестве стран мира я уже вполне совершеннолетний забыл». «Ха! Ты готов бросить всё и уехать ради этого мальчишки?» Словно бы невзначай поинтересовался тот и сделал крошечный глоток, смакуя вкус. Будто его не волновал ответ Чунгука, но Гук знал, что это не так. «О, я на многое готов, чтобы быть вместе с ним», уверенно произнёс Чунгук. И он не лукавил. Это было действительно так. Смелости ему придавали ещё и слова матери, что если они решатся уехать, то она поможет. «Так что ты потеряешь не только маму, но и меня? Готов к этому. Только представь, заголовки газет». И Чунгук мечтательно посмотрел вверх, словно читая невидимые строчки. Чунгук и Джуна в одночасье бросили жена и сын. «Кто теперь унаследует In Group Incorporated?» «Что случится с твоей деловой репутацией, отец, а?» «Кто доверит тебе свои средства, зная, что даже собственная семья от тебя сбежала?» Тот задумчиво молчал, никак не реагируя, и Чунгук вкратчиво продолжил. «А именно так и будет. Даже я это понимаю. Все, над чем ты трудился всю жизнь, пойдёт прахом. Нравится тебе такое? Думаю, нет. Так что, может, всё-таки попытаемся договориться?» Отец поднял взгляд и как-то недоверчиво разглядывал его несколько секунд, а потом, улыбнувшись одними уголками губ, вдруг произнёс. «Ну, давай, излагай свои предложения». Чунгук сглотнул вязкую слюну. Снова накативший был о страх сковал горло, но он усилием воли взял себя в руки, не давая себе повода сомневаться в собственных решениях. Он не ошибётся. Он сын своего отца. Именно поэтому он быстро анализирует ситуацию, почти мгновенно подмечает реакции родителя и делает верные выводы. У него получится. «Если его отец сможет так всё время, а не только в действительно важные моменты жизни, то неудивительно, что он столько достиг». Мелькнула мыслишка, но Чунгук откинул её. «Сейчас победит он. Он просто не имеет права проиграть, ведь от него в этот момент зависит их стихионом будущее». «Условия», — поправил он. «Единственное моё условие заключается в том, что ты никак не лезешь в мою личную жизнь, не трогаешь ни меня, ни Тихёна». Отец никак не отреагировал, продолжая внимательно смотреть на него, и Чунгук продолжил. «В свою очередь могу пообещать, что я останусь в Корее, и, как ты и хотел, пойду учиться в университет, буду стажироваться у тебя, со временем займу своё место в семейной фирме». «Нет», — вдруг резко отрезал отец. «Нет». Решительный настрой едва не улетучился из-за столь резкого отказа, но он сумел быстро взять себя в руки. «Не буду даже спрашивать, что тебя не устраивает. Спроси он сейчас почему и упустит преимущество, которое полностью перейдёт на сторону отца, а это, считай, проигрыш для Чунгука». «Я не собираюсь с тобой торговаться», — припечатал Чунгук. «Или принимай, или я просто уеду вместе с Тихёном, вот и всё». Он очень старался, чтобы голос не дрожал, и слова звучали уверенно. «Хм, смотрю, ты всё продумал», — неожиданно хмыкнул отец. «Это становится всё интересней». Чунгук не понял, что тот имеет в виду, но времени особо размышлять отец ему не дал, продолжив. «Ну, допустим». «Но, сын мой, ты забываешь, что отношения подобного рода обречены на провал хотя бы потому, что вы не сможете заделать наследника. В крайнем случае, я могу наплевать на то, кем будет мать моего внука, но наплевать на то, что его вообще не будет, уволь. Продолжение своего рода — самая естественная для человека потребность. Иначе для кого я стараюсь? Для кого старались мои предки? Кому ты сам оставишь всё, что у тебя есть и будет? «Так это всё решаемо в наше время. Есть, например, суррогатное материнство», — быстро проговорил Чунгук. «Мне нужно твоё принципиальное согласие, или я иду собирать вещи!» Отец несколько секунд сверлил его взглядом, а затем вдруг взял и засмеялся. Чунгук замер памятником самому себе. Кажется, он никогда в жизни не слышал этого звука, разве что в далёком детстве, да и то вряд ли. «И что смешного?» — агрессивно поинтересовался он. «Твой Ким сказал мне то же самое и почти теми же словами», — успокоившись, ответил отец и отпил благородный напиток, прикрывая глаза. Чунгук немного расслабился. «Если отец смеётся, это уже хорошо». Было бы гораздо хуже, начни он злиться, но неприятные сюрпризы ещё не закончились. После демонстративной паузы отец ровным тоном, давая понять, что аудиенция окончена, проговорил. «Ну что ж, я услышал тебя. Можешь идти, я сообщу своё решение позже». Кимук растерялся, не совсем понимая, что ему сейчас делать. С одной стороны, разговор окончен и давить дальше стопроцентно разозлить отца, да и всё, что хотел сказать, он уже сказал. С другой стороны, вариант сообщу позже его никак не устраивал. Он шёл сюда за ответами, полной решимости добиться своего, а теперь вынужден будет томиться в ожидании. И давать отцу время прийти в себя и изменить решение было бы глупо. Чунгук уже открыл рот, чтобы всё-таки додавить, заставить того согласиться. Он уже был готов угрожать, но отец вновь наполнил свой бокал коньяком и заткнул его всего несколькими словами. «Иди, я сказал позже». Но заикнулся был и Чунгук, приходя в отчаяние. Неужели всё это было зря? Он был уверен, что стоит отцу протрезветь и прийти в себя, как он найдёт способ обыграть Чунгука, учитывая его жизненный опыт и опыт ведения бизнеса. «Ты плохо расслышал?» «Выйди вон». Спорить дальше было бессмысленно, и Чунгук, развернувшись на пятках, двинулся к выходу, старательно держа спину прямой, а лицо бесстрастным. Уже открыв дверь, он замер на пороге и всё же решился сказать то, что было у него на сердце, но что он планировал никогда не озвучивать. Его негромкий голос был отчётливо слышен в тишине гостиной. «Знаешь, он выдохнул, так и не повернувшись. Мне действительно жаль, что у вас с мамой всё так сложилось. Как бы я к тебе ни относился, я никогда не хотел, чтобы ты страдал. Подслушав ваш разговор, я понял, что не хочу. Не хочу быть, как ты». Он гулко сглоткнул, но всё же нашёл себе силы договорить. «Мне кажется, я никогда и никого больше не смогу полюбить так, как ты, Хёна. Как ты любишь маму, пусть и невзаимно. Я не хочу себе такой судьбы, отец». Он помедлил, прежде чем повернуть ручку и выйти за дверь. Он ждал вспышки ярости или ещё чего похуже, но в гостиной висела тишина. Чунгук опустил голову, молчаливо признавая перед собой собственное поражение, и уже шагнул через порог, собираясь закрыть двери, как услышал негромкое. «Хорошо, я согласен». Разговор с Чунгуком, кажется, отнял последние силы. Закрыв дверь, Тихён щёлкнул выключателем, погружая дом в темноту и пошаркал в комнату. Даже не раздеваясь, рухнул на постели, прикрыл глаза. Тут же, помимо воли, перед глазами встали события этого вечера. Снова и снова в памяти всплывал клуб. Ухоженный Ён Ли, мерзкие слова Хана, что стали последним камушком, подтолкнувшись его к решению расстаться. Красивый и такой чужой Чунгук, привлекающий к себе всеобщее внимание. А затем он же растерянный, злой, решительный. В какой-то момент Тихён словно покрылся коркой льда. Видимо, перегруженный переживаниями разум отрубился эмоцией, и стало немного легче, и эта мысль уйти и всё закончить показалась единственно верной. — Я ведь поступил правильно, так будет лучше для него, для нас обоих. Снова и снова убеждал себя Тихён, но потом опять перед глазами вставал Чунгук. В голове звучали его слова, и он будто наяву слышал низкий голос. — Ким Тихён, я люблю тебя и никогда не перестану. Я не согласен, я буду бороться за тебя. Мне плевать на это твоё правильное и прочее дерьмо. Ещё час назад он был уверен в своём выборе, но Чунгук заставил его сомневаться. Снова. — Так будет лучше, — убеждал себя Тихён, но не слишком успешно. Он сам себе не верил. Измученный собственными мыслями и событиями этого так хорошо начинавшегося, но так ужасно закончившегося вечера, он отключился, будто проваливаясь в бездонный чёрный колодец. Правда, ненадолго. Едва на улице начало светать, и самые первые солнечные лучи проскользнули в комнату, Тихён вынырнул из сна и несколько блаженных секунд просто лежал в постели, глядя в потолок. А потом пришли воспоминания, и в груди всё болезненно сжалось. Он расстался с Чунгуком. Тихён прикрыл глаза, мечтая снова провалиться в спасительный сон. Как было бы хорошо, если бы можно было просыпать несколько месяцев, а очнувшись, не испытывать боли. Но, увы, это было невозможно. Тэй в отчаянии закрыл лицо руками и коротко мучительно простонал. Смешно ей богу, это была полностью его инициатива. Он сам так решил. Чунгук же, наоборот, пытался вернуть всё обратно. Так почему же ему настолько хреново сейчас? Нет, уснуть точно не получится. Это стало очевидно почти сразу, и Тихён решил, что нужно подниматься и чем-то себя занять. Работой, учёбой, уборкой, да хоть дарамами, лишь бы красивое лицо Чунгука не стояло перед глазами. Чувствуя себя совершенно разбитым, он буквально соскрёб с кровати с себя и поплёлся в душ. На автомате разделся, скидывая бельё в корзину, привычными движениями выкрутил кран, настраивая воду. Но стоило лишь встать под строй воды и повернуться, как рука, потянувшаяся за шампунем, замерла на полпути. Его ещё не так давно почти пустые полочки были забиты шампунями, гелями, косметикой, всем тем, что в диком количестве накупил Чунгук. Грудь снова сжала от боли, и Тихён съехал по стене на дно ванной. Вода падала сверху, барабанила по плечам и голове, но Тихён не обращал на это ни малейшего внимания. Он прикусил костяшки пальцев, чтобы не разрыдаться в голос, но судорожные схлипы то и дело вырывались наружу. А ведь когда-то он зарекался, что больше никогда не заплачет. И он сдался, выплёскивая свою боль хотя бы так. Сколько он просидел под душем, рыдая на дне ванны, он не знал. Просто в какой-то момент слёзы кончились, и замёрзший и окончательно обессиленный Тихён поднялся на ноги. Кое-как помылся и, выключив воду, тяжело уставился на стоявшие ровным строем флакончики и бутылёчки. Нужно их выбросить. Он уже потянулся смахнуть всё, но тут же замер, а потом медленно покачал головой. Привыкнув экономить буквально на всём, он не мог это сделать. У него рука не поднимется выкинуть подарки Ченгука, не говоря уже про то, что эти вещи – единственное напоминание о нём. Когда они закончат школу, ему останутся только воспоминания. И эти вещи – кружки с вишенками и кроликами, кровать и монструозная навороченная кофеварка. Ты невесело усмехнулся. Впору создать алтарь имени Ченчунгука и начать поклоняться ему. Вот же бред! Злой смешок вырвался непроизвольно, и Тихён с усилием подавил нервную дрожь и постарался взять себя в руки. Несмотря на всё безумие этой идеи, было в ней что-то притягательное. Он не мог представить сейчас, что когда-нибудь ступит с кем-нибудь в отношениях. Конечно, нельзя знать наперёд, как сложится твоя жизнь, он ясно это понимал, но всё-таки был уверен, что больше никогда не полюбит. Он просто будет работать, учиться и жить в этом доме, где недолго был так сильно счастлив, и вспоминать. В конце концов, это всё, что ему осталось. В груди заболело, глупое сердце будто стремилось вырваться наружу и оказаться рядом с любимым человеком, но нельзя. Он сам выбрал и должен нести ответственность и принимать последствия своего выбора, несмотря на то, что хочется умереть. Лишь бы не испытывать этой тянущей, скручивающей нутро боли. Он уставился на своё отражение в зеркале. Разглядывая фиолетовые синяки под глазами, заострившиеся скулы и некрасивые искусанные губы, ты почти пожалел, что ввязался в эти отношения с Чёном. Как ему пережить это? Почему он страдает, если он сам это пожелал? Лицо искривилось в болезненной гримасе. Он знает ответ. И ответ этот прост. Он влюбился. Любовь не выбирает, кому и когда прийти. Когда-то сказала его мать, но тогда Тихён не понял, к чему она это говорит. А потом мама исчезла, просто уехала, посчитав, что он уже не нуждается в ней. А вот теперь Тихён понял, прочувствовал на себе. И если она тогда испытывала что-то похожее, то он не мог на неё злиться. Не теперь, когда и сам. Он медленно покачал головой. Насколько бы сейчас было легче не случить всего этого. Нет, он не жалел ни о единой минуте, проведённой с Чёнгуком. Это были самые счастливые моменты в его жизни. Со стороны они могли бы показаться неинтересными, даже скучными. Обычная рутина, но для него они были дороже всего на свете. Маленькие кусочки счастья. То, как Чёнгук сопел и хмурился с утра, не желая просыпаться. То, как он всегда обнимал его сзади, целуя выступающий позвонок. То, как он подкладывал ему лакомые кусочки и следил, чтобы Тихён вовремя питался. Его забота, его поцелуи, его готовность подчиняться и то, как он доверял Тихёну. Но Тэ сам всё испортил. И теперь из-за его глупости страдает не только он, но и Чёнгук. От понимания этого становилось ещё хуже. Он честно пытался поработать, но всё время отвлекался, то уходя в свои мысли, то зачем-то в сотый раз, глядя на телефон, будто ждал звонка. Тэ сглотнул. Как просто прекратить всё это? Просто набрать Чёнгука, извиниться, и они снова будут вместе. Так просто и так тяжело. Он был уверен, что Гук простит его, даст ему шанс всё исправить. Стоит лишь попросить, ведь чувства Чёнгука настоящие. Только вот Тихён тяжело вздохнул. Позже будет тысячу раз больнее. Если Чёнгук разругается с отцом и всё потеряет, от него наверняка отвернётся его привычное окружение. Все отвернутся. А виноват в этом будет именно он. Да при любом раскладе их отношения обречены на провал. Им всего-то по восемнадцать. Боже, как же тяжело. Тихён с трудом сглотнул комов в горле и внезапно осознал, что будет ещё тяжелее. Чён пообещал, что так этого не оставит, что он попытается снова. В голове опять всплывали его слова. Я не согласен. Я буду бороться за тебя. Мне плевать на это твоё правильно и прочее дерьмо. Тихён боялся, что не выдержит и сдастся. Ведь искушение так велико. Просто забить на всё и не думать о последствиях, живя сегодняшним днём. Гораздо легче, чем поступать правильно. Но после будет тысячу раз тяжелее. Лучше уж сразу. Лучше же. Быть может, Чунгук и прав. И он, Тихён, поступил как последний трус, решив за двоих. Он разозлился на Чунгука, когда тот обвинил его в трусости, в неуверенности в себе. Но так ли он не прав? Ещё до того, как Гуку потребовалась помощь в учёбе, Тихён ведь даже не опомышлял о том, чтобы общаться хоть с кем-то из золотой молодёжи. Он покорно принял статус изгоя, потому что считал, что не заслуживает большего, что не нужен никому, даже собственной матери. Но потом пришёл Чунгук, и Тихён буквально утонул в его заботе, в его желании быть рядом. Он ценил Тихёна. Да что там ценил? Он его любил. Любит. Если такой человек – самый красивый, самый популярный парень в школе, который может быть с кем угодно, стоит лишь пальцем поманить, выбрал его, Тихёна, быть может, он не такой уж никчемный. Прав Гуку, он испугался. Надумал проблемы, сейчас сидит, упиваясь жалостью к себе и ещё больше сожалея о том, что Чунгуку было больно. Почему ему хватило слов Чуна-старшего и одного-единственного вечера в компании друзей Чунгука, чтобы решить, что он недостоин, что у них ничего не получится? Да, несомненно, это не будет легко. Да, всегда будут те, кто назовёт Тихёна подстилкой, кто решит, что он с Чунгуком из-за денег, как и те, кто захочет отобрать у него Чунгука. Но почему он даже не попытался сделать что-то? Почему снова сбежал? Как тогда с мамой, вместо попыток узнать её, наладить с ней отношения, он просто злился и всё больше отдалялся. Так и здесь он снова предпочёл сбежать, вместо того, чтобы попытаться хоть что-то сделать. Хотя действительно был счастлив с Чунгуком. Если так подумать, он всегда тяжело подпускал к себе людей, очень редко шёл первым на контакт. Зачем он отпустил его? Ведь пока Чунгук не захочет соблазниться или изменить, ему не о чем беспокоиться. А если он захочет подобного, значит, отношения разладились. Смешок вырвался непроизвольно. У него был целый мир. Человек, который его любит и которого любил он сам. А потом он взял и всё разрушил. Из лучших побуждений. Он просто феерический идиот. Вспомнилась поговорка. Благими намерениями выложена дорога в ад. Тихон даже глаза прикрыл. Он уже в аду. И проживёт так всю свою жизнь, если не вернёт Чунгука. Желание вскочить с места и бежать к Чону стало почти нестерпимым, но ты так и продолжил сидеть, пытаясь резво мыслить и придумать план. Глупо действовать под влиянием эмоций. Он ведь всегда гордился своей сдержанностью. А тут то он под этими эмоциями расстался с Гуком, то теперь под ещё большими эмоциями собрался мириться. Ай, дурак! Как есть дурак! Нет, хватит дёргаться. Ему нужно переварить всё это, понять, чего он хочет и как далеко готов зайти. К тому же самое основное препятствие между ними отца Чунгука пока никто не отменял. Тот против их отношений, и ты по-прежнему не хотел, чтобы из-за него Гук разругался с родителями. Тем более с таким. Тихён моргнул и понял, что за последний час не написал ни срочки. Экран расцвечивали цветные полосы заставки, скручиваясь в абстрактные фигуры. Если так пойдёт и дальше, то он ещё и без дохода останется. Нет, точно нужно взять себя в руки. Поднявшись, он двинулся на кухню и решил сделать кофе. Есть не хотелось со вчерашнего дня. Мысли пошли на новый круг. Он опять анализировал последний месяц жизни, последние сутки, всё, что знал о Чунгуке. Грея руки о чашку, он рассматривал нелепые вишенки, нарисованные на боку, и вспоминал день, когда Чунгук просил дать ему шанс. И Тэ зачем-то согласился. А ведь достаточно было всего лишь сказать «нет». Он невесело усмехнулся. Чунгук был так привлекателен, так искренен в своём желании, что не удержался бы даже святой. А Тэхиона святого точно не тянет. Он невесело усмехнулся и сделал глоток. Совсем себя измотал. Казалось, он стоит на маленьком каменном уступе, а внизу пропасть. Шевельнись и упадёшь. Или идёт по канату на большой высоте, когда малейшее неловкое движение обещает смерть. Всё-таки нужно отдохнуть. В голову лезли всякие глупости. И делать что-то, а тем более решать, находясь в подобном состоянии, просто-напросто глупо. Да и пусть! К чёрту! Он всё-таки должен поговорить с Гуком и постараться всё исправить. Стук во входную дверь остался неожиданно. Тэхиона дрогнул и чуть не выронил чашку. Сердце суматошно колотилось в груди. И открывал он, одновременно испытывая страх и надежду. Но это был не Чунгук. «Здравствуй, Тэхион!» Он во все глаза разглядывал стоящую на пороге красивую женщину, но никак не мог сообразить, кто она такая и откуда его знает. Женщина тоже в ответ внимательно рассматривала его, а, закончив осмотр, представилась, почему-то произнеся своё имя на европейский манер. «Меня зовут Сара Чон!» Она тепло улыбнулась и сняла тёмные очки. «Могу я войти?» Тэхиона накрыла дежавю. Он совершенно растерялся, осознав, что эта дорого одетая леди – мать Чунгука, и не имел ни малейшего представления, что она здесь делает. Наверное, не знает, что они расстались, вот и пришла. «Только зачем?» «Тоже будет убеждать, что они не пара?» «Несмотря на то, что Чунгук вроде говорил, что мать не против их отношений, ты не слишком в это верил». «Тэхён!» В его мысли ворвался обеспокоенный голос женщины, и он понял, что задумался и уже довольно долго держит её на пороге. «Так ты пригласишь меня войти?» На самом деле ему малодушно хотелось просто захлопнуть дверь у неё перед носом, вернуться в тишину своего дома и попытаться уснуть, но воспитание не позволяло. Да и в любом случае он не мог так вести себя с мамой Чунгука. Но если она тоже будет ему выговаривать, что он не пара её сыну, то Тэ просто не выдержит. Он только-только решил, что должен всё исправить, как минимум извиниться перед Гуком за то, что доставил ему столько боли, а тут... В конце концов он неохотно посторонился, пропуская её внутрь. Он был совершенно растерян. Эта женщина застала его врасплох. «Есть гостевые тапочки?» Спокойно поинтересовалась она. Казалось, госпожу Чун нисколько не волновало, что он пока не произнёс ни единого слова. Она вела себя так, будто ей было абсолютно комфортно. Словно прийти в дом бывшего парня её сына, ну какая мелочь! Тэхёнс, похватившись, кивнул и достал те, что покупал Чунгуку. «Свою пару ты носил, а Гук почему-то всегда ходил босиком». «Спасибо», — поблагодарила госпожа Чун. «Так где мы можем поговорить?» Тэхён провёл её в комнату и, только перешагнув порог, сообразил, что присесть здесь можно либо на пол, либо на кровать. Стул они пару недель назад случайно разломали. Но разворачиваться и выходить было уже как-то совсем неловко, так что он, поспешно застелил одеяло и, чувствуя, как предательски горят щёки, жестом предложил ей устраиваться. К чести госпожи Чун, та даже брови не повела, глядя, как он суетится, а спокойно присела, изящно скрестив ноги в щиколоткой, да ещё и как-то умудряясь держать спину прямо. «Здесь мило», — спустя несколько томительных секунд молчания произнесла она, неспешно скользя взглядом по комнате. Тэхён вежливо кивнул и продолжил разглядывать женщину из-под ресниц, только теперь подмечая и некоторое сходство с Чунгуком, и её поразительную красоту. Вдруг она издала невнятный возглас и потянулась вперёд, беря в руки смазку, стоявшую тут же на тумбочке. Тэхён вздрогнул, мечтая провалиться сквозь землю. «Хороший выбор», — серьёзно кивнула она, внимательно изучив состав. «Кажется, теперь от стыда горели не только щёки, но и уши». Совершенно смущённой темой разговора Тэхён выпалил. «Так, зачем вы здесь? Не выбор же смазки обсудить?» И только произнеся это, осознал, что нагрубил. Лёгкая улыбка медленно сошла с лица женщины, и она серьёзно и как-то печально посмотрела на него. «Ты прав, я здесь не за этим». Она вернула смазку на место и сложила руки на коленях, всматриваясь Тэхёна и словно бы не решаясь начать разговор. Тэ видел грусть в её глазах, и это вдруг натолкнуло его на совершенно ужасную мысль. «Что-то случилось с Чунгуком?» Хрипло, буквально выдавливая из себя слова, спросил он и застыл в ожидании ответа. Та медленно кивнула, скорбно поджав губы и не спеша отвечать. Тэхён сделал шаг к стене и опёрся на неё плечом. Мир вдруг пошатнулся. «Нет, Чунгук не мог ничего с собой сделать, он же такой сильный». Но она бы, наверное, не улыбалась ему при встрече, а ненавидела и обвиняла. «Нет, он наверняка жив, но, может, он пострадал?» «А вдруг Чунгук разбился? Он же так носится, особенно на эмоциях». Эти ещё множество вариантов пролетели в его голове за жалкие мгновения, а госпожа Чунгук всё молчала. «И ты уже готов был поторопить её, как она произнесла?» «Да, случилось». И снова замолчала, разглядывая Тэхёна. Секунды растягивались, и ему казалось, что, если она сейчас не скажет, наконец, в чём дело, он её ударит. «Мой сын страдает. В груди всё сжалось от дурного предчувствия. У него разбито сердце». «Что? В эту секунду он испытал одновременно и дикое облегчение, что всё в порядке, и раздирающую злость за то, как эта женщина поиграла на его нервах. «Ты уже открыл рот, уже, чтобы высказаться, но не успел». «Прости, я испытывала твоё терпение, Тэхён, но мне важно было знать, как ты относишься к моему сыну, и твоя реакция меня не разочаровала». Ровно ответила она и мягко попросила. «Присядь, я хочу поговорить с тобой». Тэхён послушно отлепился от стены и, сделав на подгибающихся ногах пару шагов, без сил опустился на подушку. Госпожа Чунгук помолчала, словно собиралась с мыслями, а потом серьёзно посмотрела на него. «Выслушай меня, пожалуйста, не перебивая Тэхён, сможешь?» Не совсем понимая, что она собирается ему говорить, и неуверенный, что сможет дослушать до конца, он всё же послушно кивнул. «Я могу понять, почему ты поступил так, как поступил? Почему решил расстаться с моим сыном?» Видя недоверчивое выражение лица, она твёрдо посмотрела на него и кивнула. «Да, могу. Я поступила когда-то точно так же, как и ты». «Зачем вы мне всё это говорите? Ты не ожидал от неё откровенности и оказался совершенно не готов к такому повороту событий. Зато стало понятно, от кого Чунгука досталась такая же манера огорошивать собеседника внезапным приступом откровенности. «Я, как и любая мать, хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив. И что-то мне подсказывает, что счастливым он может быть только с тобой». Тихион недоверчиво покачал головой из-под лоби, рассматривая женщину. «Да, не сомневайся. Мой Чунгуки пошёл в меня. Он влюбится только один раз и на всю жизнь. Уже я влюбился». Тихион опустил голову, пряча лицо. «Слышать это было больно. Внутри мешалась растерянность от неожиданного визита этой женщины, боль от её слов и жгучее невыносимое желание поверить то, что она говорит правду. «Послушай, я верю в своего сына. Он не отступится и будет преследовать тебя, пока ты не согласишься снова быть с ним». Тихион скинулся, удивлённо глядя на неё. «И я поддерживаю его». Грустно, но светло улыбнулась мама его любимого человека. «В своё время мне не хватило храбрости отстаивать свой выбор. Она смотрела не на него, а куда-то в пространство, видимо, вспоминая своё прошлое. Я заканчивала учиться, когда познакомилась с любовью всей моей жизни. Мы очень быстро стали встречаться, уже планировали пожениться, но тут мой отец неудачно вложил средства и почти обанкротился. Чтобы поправить положение семьи, он принял предложение Чонте-Джиуна о помолвке. Я никому не говорила, что у меня есть возлюбленный, потому что мой избранник был обычным человеком, не из нашего круга общения. Когда отец позвал меня, чтобы сообщить о грядущей свадьбе, я возмутилась, но он твёрдо сказал, что уже всё решено, и у меня нет другого выбора. Я... Тогда мы впервые поссорились. Взгляд к госпожи Чонт затуманился, а губы сжались тонкую нить. И тогда я ушла из дома. Она опустила голову, но Тэ заметил, как исказилось от боли её лицо. Но её голос дрогнул. Чонте-Джун умеет убеждать. Меня загнали в ситуацию, когда под угрозой оказалось здоровье и благополучие моего возлюбленного. И я поддалась. Уверила себя, что могу решать за двоих, что это для его же благо, что всё однажды пройдёт, и эти чувства тоже, ведь главное, что он будет жить. Сиюн уговаривал меня не делать этого, предлагал сбежать. Тэ зажмурился и сжался. Хотелось заткнуть уши, но он не мог пошевелиться, заворожённо слушая рассказ Сор и Чон. Тебе знакомы эти мысли, не правда ли? Тёмный глубокий взгляд давил. Она почти пугала его, но тут госпожа Чон слегка улыбнулась, и он понял, что все эти эмоции в её глазах направлены не на него. Осознание этого помогло чуть успокоиться. Слишком уж его задел рассказ матери Чонгука. — Ты, наверное, думал точно так же? Тэ хён медленно кивнул, понимая, что она читает его, как открытую книгу. — Я не удивлена. Что ж, в итоге я подписала брачный контракт и вышла замуж за нелюбимого человека. Чуть позже родился сын, которого мне запрещено было даже воспитывать, потому что я могу избаловать наследника семьи Чон. Она несколько раз глубоко вдохнула, словно пытаясь успокоиться. — Не продолжайте, если вам трудно, — предложил Тэ хён. Ему было искренне жаль эту красивую и сильную женщину, а ещё он испытывал боль от того, насколько её история перекликается с его собственной. — Нет, я хочу, чтобы ты дослушал, — госпожа Чон покачала головой. — Не буду тебе рассказывать, насколько невыносимо жить с ненавистным тебе человеком. Вряд ли тебе это интересно. Скажу лишь, что спустя почти пятнадцать лет я вновь встретилась с Июном на научной конференции и поняла, что до сих пор его люблю. А он любит меня. С тех пор, уже шесть лет, я считаю каждый прожитый день и с нетерпением жду того момента, когда истечёт срок двадцатилетнего контракта. Тэ хён замер. — Насколько должно быть трудно жить вот так, в ожидании, годами и считать каждый день? — Сколько ещё? — неуверенно начал он и оборвал фразу, не зная, как корректно её сформулировать. — Меньше двух месяцев. — Она светло улыбнулась. — Сущая мелочь по сравнению с шестилетним ожиданием, правда? — Да, — он невольно улыбнулся в ответ. — Его задела судьба, ссоры, чён, и он отчего-то был очень рад, что скоро всё наладится. — Знаешь, зачем я тебе всё это рассказываю? — Она наклонилась вперёд и провела рукой по его волосам, отодвигая лезшую в глаза прядь, и внутри всё болезненно сжалось. — Хотел бы он вот так же и сидеть, и разговаривать со своей собственной мамой. — Ты ведь умный мальчик, и наверняка провёл параллели. После кивкаты она продолжила. — Не повторяй моих ошибок, Тихён. Я потеряла слишком много времени, целых двадцать лет, а всё потому, что была не готова бороться с окружающими за своё счастье. Потому что испугалась и поверила, что могу решать за двоих. Я думала, что поступай правильно и благородно, и первое время эта мысль утешала меня, но очень быстро перестала. Я окунулась в науку, строила карьеру, лишь бы не вспоминать. — Не соверши такую же ошибку! — повторила она и ласково провела ладоню по его волосам. — Почему вы решили мне всё это рассказать? — не выдержал Те, всматриваясь красивое, бледное от волнения лицо с такими же, как у Чунгук, глазами. — Потому что любовь стоит того, чтобы за неё бороться. Жаль, я поняла это слишком поздно, а ещё потому что человек, вызвавший в моём сыне такие изменения, заставивший его испытывать это необыкновенное чувство, должен быть невероятной личностью. Тихён смутился и отвёл взгляд. — Я правда так считаю, — мягко проговорила госпожа Чён чуть охрипшим голосом, и внезапно спросила. — Не мог бы ты предложить мне кофе? Тихён кивнул и неловко поднялся на ноги. — И всё-таки обернулся он на пороге комнаты. — Зачем вы? — и умолк не в силах внятно выразить те чувства, что бурлили внутри. — Потому что хочу счастья для своего сына. А счастье для него — это ты, Ким Тихён. Когда он вернулся обратно, неся две чашки кофе и печенье, то застал женщину за разглядыванием книг на стеллаже. — Спасибо, — поблагодарила та, принимая у него чашку и изящно отпевая из неё. — Тихён, я понимаю, что вы молоды, что, возможно, ты не веришь в искренность чувств Чунгука. Она беспомощно замолкла, с отчаянием глядя на него, и это сдался. — Я верю, — тихо произнёс он, опустив голову. — Но я сомневаюсь, что у нашей истории будет хороший конец. — А что ты к нему чувствуешь? — Тихён удивлённо посмотрел на госпожу Чунгу, слегка покраснел, не решаясь солгать. Пронзительный взгляд этой удивительной женщины, казалось, видит каждый закуток его души. — Я люблю его. — Шёпот вышел едва слышным, но, судя по тому, как счастлива она улыбнулась, госпожа Чунгу его услышала. — Это же замечательно, тогда почему ты не хочешь помириться? — Я хочу, но я совсем не пара ему, и… — Да какие глупости, — отмахнулась женщина и, сделав вперёд шаг, взяла его за руку, глядя снизу вверх прямо ему в глаза. — Объективно это так. Вы занимаете разное социальное положение, но, Тихён, позволь себе быть счастливым! — проникновенно произнесла она, и по спине побежали мурашки. Тихён сглотнул, всё больше понимая, что его решение расстаться было неправильным. — Прошло едва ли не полсуток, а у него уже так болит сердце без Чунгука, словно он на грани сердечного приступа. — Ким Тихён! — она крепче жала его пальцы. — На счастье абсолютно не влияет тот факт, кто твой человек. «Если вам повезло встретить взаимную любовь, то нужно держаться за неё. Я приехала сюда в надежде убедить тебя передумать. Подумала, что если ты услышишь эти слова от меня, от человека, которому так же дорог Чунгук, как и тебе самому, то ты найдёшь себе силы последовать за своим чувством». — Откуда вы знали, что я? — Я видела вас вместе, — просто сказала госпожа Чёна и улыбнулась. — И ты решил не уточнять, где довелось их увидеть. Просто поговори с ним. Ты заслуживаешь счастья. Вы оба. Я во рту пересохла, и он сглотнул, не в силах отвести взгляд от тёмных глаз, так похожих на глаза Чунгука. Они всматривались прямо ему в душу, вытаскивая на поверхность все сомнения, все его страхи, всё то, в чём он так старательно убеждал себя. И под этим тёплым взглядом все проблемы и сомнения оказались надуманными, мелкими и совершенно незначительными. Он ведь и сам почти решил ехать и просить прощения, просто потому что не может без Чунгука. Теперь, услышав историю, так похожую на его собственную, он, кажется, сделал окончательный выбор. Мама Чунгука с облегчением улыбнулась, видимо, прочитав все эмоции на его лице. — Давайте отвезу. Тэлиш нервно кивнул, и она вдруг потянулась и обняла его крепко-крепко. — Спасибо тебе, Тихён. — За что? — За то, что прислушался к моим словам и к своему сердцу. Тихён покраснел и опустил глаза, чувствуя, как горят щёки. Он был готов отправиться прямо сейчас и даже двинулся к выходу из комнаты, как госпожа Чунца смешком его остановила. — Ты, несомненно, выглядишь очень интересно, но вряд ли будешь рад оказаться у нас дома в таком виде. Тихён замер, только теперь догадавшись осмотреть себя. После души он вообще не соображал и натянул первое, что попалось под руку, и, как назло, это оказалась та самая растянутая футболка, оголяющая ключицы и домашние штаны. — Да, — пискнул Тэ и резво шагнул по направлению к шкафу. — Ну, не буду тебя смущать, подожду снаружи. Он застенчиво кивнул и принялся суетливо рыться в шкафу. — И, кстати, можешь называть меня Сора? И на сегодня это всё, друзья. Вот такая классная получилась глава, очень трогательная, да? Прям совсем скоро всё будет хорошо. Я люблю эмоциональные такие качельки, когда от «всё плохо» до «всё хорошо» разбег в 30 секунд. Это классно. Теперь техническая информация, дорогие мои. Напоминаю, что 10 и 12 марта я буду в прямом эфире транслировать концерт из Лас-Вегаса наших парней на своей странице на ресурсе Boosty. Ссылка будет в описании под видео. Можете пройти заранее подписаться, потому что 10 числа я уже никого принимать не буду, чтобы во избежание различных нюансов. Далее не забывайте, что у меня есть второй канал с озвучками. Ссылка тоже будет в описании под видео. Также хочу напомнить вам, что каждый день в 8 вечера я выхожу в прямой эфир здесь, на этом канале. В 8 вечера по Москве. Так что загляните. Я думаю, вам понравится. Ну и также в описании под видео есть ссылки на мои соцсети. В частности, на наш телеграм-чате, где мы с вами общаемся 24 на 7, где все последние новости. И также мы там просто уже стали настоящими родственниками. Наша большая, огромная, дружная птича семья с удовольствием примет вас в свою стайку, в свой круг. Ну а с вами была Маруся. Если же о чем-то забыла сказать, то и какие-то возникают вопросы, то обязательно посмотрите по ссылочкам в описании под видео, что-то для себя найдете. Еще очень часто возникает много вопросов, где та или иная глава фанфика. Друзья, если вдруг вы видите выложенный фанфик, озвученный на моей странице, но не хватает той или иной главы или несколько глав, то невыложенные главы есть все на моей странице на Бусти. Это значит, что в этих главах находится контент 18+, поэтому я их не выложила на Ютубе. Все фанфики, которые я выкладываю на Ютубе, на моей странице на Бусти, находятся в открытом доступе, так что можете смело пройти и послушать. Ну а с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся и пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...